здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова Елена и канал женские секреты вот и подошел к концу клубничный сезон остались единичные ягодки они уже корявенькие некоторые поражены серой гнилью поэтому грядки сейчас нужно обязательно обработать ни в коем случае нельзя бросать клубнику в таком заросшем состоянии именно сейчас закладывается будущий урожай и здоровье ваших плантаций поэтому нужно обязательно подойти к этому ответственно что нужно сделать для начала нужно обязательно все почистить убрать лишние больные листья пятнистые листья если такие пятнистые листья у вас есть их нужно оборвать и обязательно провести обработку нужно дать подкормку органики нужно дать подкормку микроэлементов об этом я расскажу более подробно о каждой из этих подкормок обработать от вредителей обработать от пятнистости от гнилий обязательно оборвать усы если вы планируете разведение на клубники на следующий сезон или омоложение грядки то обязательно нужно оборвать усы и оставить только столько усов сколько вам понадобится и их лучше укоренять отдельно в стаканчике старые посадки вот тут кусты уже заросшие очень густые листья у них стали мелкие эту посадку она уже растет три года ее нужно заменить и обязательно землю обработать если у вас нет возможности пересадить клубнику в другое место то самое время эти пусты сейчас выкорчевать посадить сюда сидираты внести подкормки необходимые и тогда к осени когда у вас будет готова новая рассада можно будет высадить либо осенью либо весной эту рассаду на то же самое место но грядку нужно обязательно обработать чтобы вредители которые остались здесь чтобы у вас вот это все не возобновилась на новой рассаде после подкормки и обработки от вредителей через две-три недели за две-три недели до наступления заморозков нужно провести еще подкормку микроэлементами фосфором и калием так как фосфор улучшает зимовку растений чтобы она не подмерзала зимой фосфорные удобрения необходимо вносить именно осенью до наступления заморозков калий и способствует закладки цветочных почек поэтому этим пренебрегать тоже нельзя клубника у нас живет зимой продолжает жить и она должна уйти в зиму сильной здоровой и подкормленной обработанной иначе на следующий год вы урожай хороший не снимете молодые посадки рассадник которые были посажены в прошлом году их также нужно обработать пересаживать можно сейчас можно пересаживать весной если нужно освободить место то можно сейчас пересадить но их тоже обязательно нужно провести профилактическую обработку теперь мы поговорим обо всем об этом подробнее а и и а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так должна выглядеть грядка после обработки. Ничего лишнего. Вот эти усы осталось пришпилить точно так же. И можно подкармливать и обрабатывать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если ваши грядки не замульчированы, то на каждый квадратный метр грядки добавляем 10 литров хорошо перепревшего перегноя и литр золы. Ну вот это на полметра, на один рядочек у меня приготовлено. Если грядки замульчированы, то подкормки вносим в жидком виде. Тогда берем сброженную траву. Она настаивается в бочке. Это сорная трава настаиваемая. Разводим на 10 литров. Сюда же можно за несколько дней до обработки добавить золу. Из расчета 1 литр золы на 10 литров впоследствии воды. Вот этим раствором можно пролить. В раствор хорошо добавить 2 столовые ложки перекиси водорода. На 10 литров 2 столовые ложки. Это тоже будет очень хорошая подкормка для нашей клубники. Для подкормки можно использовать простой суперфосфат, двойной суперфосфат. Его вносим по инструкции. Чтобы быстрее впитывался, его лучше растворить в теплой воде заранее. И сюда добавить нужно либо гумат калия, либо настой золы. Если вы берете золу свежую, 1 литр заливаете ведром кипятка, настаиваете до остывания и процеживаете. И можно сразу добавлять туда суперфосфат. Либо гумат калий. Он бывает в жидком виде. Если не суперфосфат, вот есть такое хорошее удобрение. Монокалий фосфат. Здесь как раз и фосфор, и калий. То есть калий служит для закладки цветочных почек. И ускоряет цветение, повышает урожай, способствует закладке плантации на следующий год. Его тоже или это с золой, или это. Еще одно очень хорошее удобрение, которым я начала пользоваться недавно. Это вот такое здравень турбо. Здесь уже сбалансированный состав. Именно для клубники и малины. Здесь и азот, и фосфор, и калий, и магний, и микроэлементы. Цинк, молибден и прочие. Очень удобная упаковочка. Вот такой баночки хватает на 200 литров воды. То есть вот эту одну баночку развели на бочку водяного вытяжки травяной. Перемешали и полили. Вы сразу удобряете и микроэлементы вносите, и органику. Вот я заказала через интернет. Ссылочку, конечно, оставлю. Очень удобная. Оно недорогое и очень удобно в дозировке. Этим же удобрением можно обрабатывать несколько раз в вегетационный период. И можно обрабатывать по листу. Но можно поливать под корень. Если на вашей клубнике появились бурые пятна, нужно обязательно обработать от грибных болезней. Любые бурые пятна сигнализируют о том, что ваша клубника заражена грибным заболеванием. И нужно обязательно сейчас после плодоношения обработать бордоской жидкостью. Она бывает вот такая уже жидкая, разведенная. По инструкции ее разводим и обрабатываем. Или вот такая бордоская смесь. Ее нужно разводить. Она тут в пакетиках. Как ее развести, там все подробно написано в инструкции. И опрыскиваем. Или прямо из мелкой лейки можно пролить. Обязательно, чтобы попало в центр куста, чтобы все наши болячки ушли. Мы разводим либо хозяйственным мылом, и еще лучше вот таким зеленым мылом от насекомых. То есть мы сразу и обработаем и от гнилей, и от насекомых. Если зеленого мыла нет, но оно достаточно дорого стоит, расход у него большой, можно добавить на ведро воды 2 столовые ложки кальционированной соды. Она тоже очень хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавляем 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 G fortsитель Компост Добавляем DimaTorzok Добавляем DimaTorzok Добавляем DimaTorzok Очень хорошее средство именно для компостирования. Но фитоспорин обязательно нужно добавить, чтобы споры в серые гнили и грибные болезни потом вместе с компостом не вернулись на вашу грядку. Теперь что касается подготовки грядки к следующему сезону. Если вы удалили клубнику в этом сезоне, то обязательно пролейте бордовской жидкостью участок, прежде чем готовить к следующему урожаю. Очень хорошо посеют горчицу. Вот такая горчица продается в садовых магазинах. Сходит она очень быстро, буквально через 2-3 дня. И месяц, который у нас остался до заморозков, вполне достаточно, чтобы она нарастила зеленую массу. Она дает зеленую подкормку. Это как приравнивается свежая горчица. Ну вот сама трава горчицы вместе с корнями. Она заделывается в грядку. И потом уже сверху можно будет высаживать. Очень хорошо она борется с грибными заболеваниями. И по питательности она приравнивается к навозу. То есть если у вас нет возможности купить навоз или нет желания с ним возиться. Кстати, в нем очень часто приходят и грибы, и заболевания, и всякие паразиты. И горчица здесь в этом вопросе незаменима. За месяц она вам даст хорошую зеленую массу. И под снег ее просто вместе с корнями слегка заделать тяпочкой или плоскорезом. Еще одно замечательное растение, которое является природной защитой не только для наших растений, и для здоровья для нашего. Это бархатцы. Бархатцы я сажу всегда в очень большом количестве. У меня об этом есть отдельное видео. Можете посмотреть. Рассады сажу по 200-300 кустов. Куда я ее деваю в начале сезона, когда везде все еще пусто, я ее втыкаю везде, где только можно. А сейчас, когда они цветут, они очень нам нужны. То есть можно их держать в кашпо, где-то по окраинам грядок. Вместе с горчицей я туда же на пустое место высаживаю бархатцы. Их боится нематода. Они выделяют корни бархатцев во время цветения, выделяют фентоциды, которые борются с грибными заболеваниями. Также эти фентоциды выделяют сами цветущие растения. Поэтому бархатцы тоже будут расти на грядке до самого снега. И потом они не убираются, они заделываются в почву вместе с горчицей. Это будет прекрасная профилактика заболеваний на следующий год. То есть, если нет возможности пересадить клубнику на другое место, участки у нас часто ограничены. И грядки клубничные разбиваются, как правило, надолго. И на одном месте долго существует. Поэтому вот эта палочка-выручалочка для того, чтобы на следующий урожай у вас была хорошая, здоровая плантация. Вот, пожалуй, все, что я хотела рассказать о весеннем уходе за клубникой. Желаю вам хороших урожаев. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok